Государственный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями открылся в Сухуме три года назад. С тех пор практически с нуля в Абхазии создавалась служба помощи детям с особенными потребностями. За три года реабилитацию в центре прошли более 500 детей, многие по несколько курсов. Благодаря квалифицированным специалистам центра дети делают свои первые шаги, произносят первые слова, учатся взаимодействовать с миром и другими людьми. Это, конечно, было большое, тяжелое дело. Вот Ада Фератовна Абухва стояла у истоков создания, она тогда была главным специалистом по детству, и она стояла у истоков. А вот коллектив, сами специалисты, как бы благодаря тому, что ЮНИСЕФ и World Vision, международные организации, привезли специалистов, которые в своих странах создавали такую службу, и они делились опытом. До создания центра и после создания центра периодически выезжают наши специалисты на тренинги, сюда приезжают, привозят специалистов, которые провозят тренинги, специалистов, которые тоже реабилитологией занимаются, как в виде матер-класса, такие вот есть. Просто консультации, куда приходят наши дети. У нас команда реабилитационная получилась, уже сложилась за эти годы, и результаты действительно хорошие. С гордостью директор центра Леана Емухвари рассказывает о достижениях прошлого 2018 года. И тут же с досадой добавляет, что похвастаться успехами подопечных получается не всегда. Многие родители не хотят давать интервью, и хоть и не устают благодарить специалистов центра, говорить на всю страну о проблемах с ребенком, стесняются или просто не хотят бередить раны. Мы сознательно делаем на этом акцент, чтобы было понятно, каким мужеством и смелостью обладают героини этого сюжета. Первая из них – Яна Романова. Когда ее сыну Баграту исполнилось два года, врачи поставили диагноз. Полная потеря слуха в одном ухе и очень слабый слух во втором. Когда нам поставили диагноз, на тот период не было никакого в Абхазии заведения, где мог лечиться мой ребенок. Поэтому мне пришлось его вывезти в Россию. Мы там очень долго, год занимались, ездили, лечились. В итоге нас в Питере проимплантировали, нам сделали имплант. То есть уже все равно приходилось находиться за пределами родины. Там находиться было сложно, конечно, и финансово, и морально. Но когда этот центр открылись, мы, конечно, вернулись сюда, потому что это был первый центр, куда мог ходить ребенок и получать нормальное, хоть какое-то образование. Здесь есть прекрасные педагоги, которые и массаж делают, и логопед занимаются, и логопедический массаж, и дефектолог. То есть если у родителей есть возможность возить его хотя бы сюда, в сухом, я считаю, что они должны это делать, потому что есть смысл. Как бы сейчас ребенку 10 лет, он может ходить уже в школу с помогателем, где тоже есть замечательные педагоги и логопеды. Из-за того, что первые три года жизни Баграт почти ничего не слышал, развитие речи тоже запаздывает. Тем не менее, за 2018 год мальчик проделал большую работу. Он делает успехи в математике, выучил много новых слов и открыл в себе художественный талант. Последнее стало возможным благодаря арт-терапевту реабилитационного центра Эльвире Бения. Она работает в центре с момента его открытия, а кабинет арт-терапии увешан и заставлен плодами творчества ее подопечных. Ну, арт-терапевт, что да, прежде всего они раскрепощаются здесь. Если какие-то способности творческие присутствуют, они раскрываются. В любом случае, задача, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал, чтобы нервишки успокоились, чтобы он проявил себя, чтобы уверенность в себе, адаптировался, чтобы, допустим, где-то в коллективе, в социуме смог себя проявить. Например, у нас есть дети, которые на выставке за какие-то призовые места, там имели, их отметили, грамоты, подарки и так далее. В этом плане для них это стимул жизни, что они что-то могут, возможно, он будет художником в будущем. Например, Романа у нас, мальчик Бока, он рисует очень интересную вещь, не разговаривает в процессе, не только, допустим, именно арт-терапия. У нас здесь весь коллектив работает, и каждый вложил какую-то лепту, и в процессе получилось, что приходим к чему-то, правильно? И там, допустим, что такое оригами изучил, что такое живопись изучил постепенно. Потом мама увидела, что есть какие-то способности, повела уже в школу специальную для ИЗО там и так далее. Действительно, увидев, какое удовольствие приносят Баграту уроки рисования, Яна отдала сына учиться живописи. Недавно одну из работ Баграта в рамках выставки приобрел культурно-деловой центр «Дом Москвы». Расскажи, что это? Море. А вот это? Соло. Солнце, да? А это кто здесь летает у нас? Чай. Чайка. Кстати, я думала, он скажет птичка. То есть у него словарный запас даже уже сам пополняется, даже я иногда не знаю, что он знает. Ну, горжусь тем, что мой ребенок в этом году выучил первый раз в жизни на Новый год стих. Хотя он постесняется его все-таки рассказать, я думаю. Все преподаватели прям говорят, что у него достаточно большой скачок именно за этот год. Я не знаю, может быть, наше лечение, вот это вот, что я говорила, микротоковое. Может быть, то, что по возрасту уже. Ну, и все-таки занимаемся. Мы постоянно занимаемся. У меня нет такого дня, чтобы он сидел и у какого-нибудь преподавателя не занимался. Мы частным образом занимаемся и в школе занимаемся, и здесь занимаемся. То есть постоянно. Где-то он у меня занимается. Он у меня даже на авиамоделирование ходит. Хотя говорят, зачем так загружать ребенка, но ему это интересно, ему это нравится. Работать вот руками, рисовать, строить самолеты. Вторую нашу героиню зовут Елена Вавилова. Когда ее третий ребенок, Коля, в три года еще не заговорил, друзья, родственники и даже врачи успокаивали. Мальчики всегда позже развиваются, заговорит еще. Один из педиатров все-таки посоветовал обратиться в реабилитационный центр. Сейчас Коле пять с половиной. В игровой комнате больше всего он любит боулинг. Причем играет и за себя, и за противника. Сейчас тебе противник бьет. Противник бьет. Если он не попадет, я выиграю. Еще он попадет, и это будет решающий момент. Мы сюда пришли. С нами очень девочки. Дай Бог им здоровья всем. Они столько сделали для нас. У нас сразу пошла динамика. Мы когда сюда поступили, у нас все было в черном цвете. Мы рисовали только в черном цвете. Мы не говорили практически. И вот с нами психолог, логопед, дефектолог, артерапевт, все девочки. И в комплексе столько ему... Вот он сразу раскрылся. Он после первого курса реабилитации стал различать цвета. Он стал больше активный. То есть, может быть, раскрыли его, может быть, что-то. Но ему очень нравится. Он сюда с удовольствием бежит. Он все, вот в любой кабинет, к нему столько внимания. И он все время, уже когда стал хорошо разговаривать... Мама, когда мы пойдем в центр? И вот он с удовольствием здесь хотя бы... Вот сейчас мы уже говорим предложениями. Сейчас мы уже рисуем. Рисуем, воспроизводим, как сказать, он сказки уже слушает. Стихи он не запоминает, но может пересказать. Мультики смотрит с удовольствием. И вот спасибо огромное всему коллективу реабилитационного центра, что они мне помогли, что у нас Коля вот такой, как он сейчас есть. Он разговаривает, он общается. И надеюсь, мы пойдем в школу уже... В 7 лет мы уже пойдем в школу. Спасибо огромное всем девочкам, всему коллективу реабилитационного центра. Огромное спасибо. Спустя три курса реабилитации Коля умеет считать, выучил сложение и вычитание, разбирается в днях недели и напоминает, какое сегодня число. Немалую роль в этом чудесном преображении сыграли занятия с логопедом реабилитационного центра Розой Кованисян. Раз, два, три, четыре. Молодец! А сейчас у нас цветочек. И мастерируем, как у нас бутончик. Вот наш бутончик. Бутончик. Собираем ручки вместе. Вот так. Бутончик. Потом наш цветочек раскрывается. И делаем глубокий вдох. Ах, пахнет, да? Колечка к нам поступил, когда ему было 4 годика, общими нарушениями речи, тяжелыми нарушениями. Он был, он практически у нас, не хочу, но он безречевым был почти, вот безречевой ребенок. Даже звуков не было. Мы вот так формировали по игровой форме, звуки поставили, подражательные вот такие гимнастики у нас были по звуку и все. Вот потом по направлению, конечно, совместно психоневрологами занимаемся. Не то, что только логопедия. Невропатологи, психоневрологи, психиатры. У нас тоже есть психологи в основном у нас в курсе. Вот это все в комплексе. Вот у нас он начал говорить. Анастасия Крия 6. Она, как и Коля Вавилов, третий и самый младший ребенок в семье. В 11 месяцев девочке поставили довольно редкий диагноз – микроцефалия. То есть значительное уменьшение головного мозга и, как следствие, умственная недостаточность. Вылечить микроцефалию невозможно. Все усилия мама Насти направляет на устранение симптомов. Мы как начали в этот центр ходить, она стоять вообще не могла. Она только все и все. Как мы начали сюда ходить, заниматься, уже начали стоять, ходить. Там шаги делать. Вот ходить она начала в прошлом году. Потихонечку так. Если говорить, поблагодарить, что она так. Мы даже не думали, что она так будет. Мы что совсем надо так. Она даже нормально голову не могла держать. Пока, правда, не очень понимает, что когда ходит, надо держаться, чтобы не упасть. Сейчас в реабилитационном центре работают три инструктора. Спортивный зал – отдельная гордость директора Лианы Эмухвари. В прошлом году здесь сделали ремонт, причем из средств, которые государство выделяет на содержание центра, без привлечения спонсоров. Теперь дети занимаются в зале с современным качественным покрытием и со всеми необходимыми тренажерами. Мы приобрели аппарат Бубновского. Мы отремонтировали этот зал покрытия. Там был линолеум, который испортился. Мы приобрели массажные кушетки современные, причем они двигаются на электроприводе. Их можно опустить до уровня коляски, на которой находится пациент, чтобы он мог спокойно не перетаскивать. Раньше мы так делали. Наши инструкторы брали этих детей на руки, клали на эти маты, на кушетки. А сейчас это с помощью этого очень легко производится. По всему видно, что 2018 год был удачным и для сотрудников, и для подопечных реабилитационного центра. От лица всего коллектива Лиана Эмухвари поздравила жителей Абхазии с новым 2019 годом. Поздравляю всех с прошедшим Новым годом, чтобы он наступивший год принес нам удачу. Какие-то личные приятные изменения в жизни, которые бы обрадовали нас. И всем нашим детишкам желаю здоровья и успехов, чтобы каждый нашел себя в этой жизни. Нам тоже есть, что пожелать реабилитационному центру и его героям. Пусть Новый год будет полон свершений, радостных, важных, поворотных. Пусть будут первые шаги, первые слова, первые стихи и картины. Пусть будут улыбки детей и счастливые слезы мам. Пусть будет год здоровым, счастливым и благополучным для всех. Надежда Поровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.